Ну что, мои хорошие, всем доброго дня. Я иду за Денечкой в садик пораньше сегодня, потому что сказали, что он какой-то вяленький. Температуры нет, но он вяленький. Я, короче, успела дела поделать какие-то. И сейчас иду за ним пораньше. Посмотрите на эту погоду, вот на это безобразие. Как тут может быть хорошее настроение вообще? Лужи такие, грязище. Я иду по сухому асфальтику. Надо молочка ещё купить. Настроение, кстати, хорошее. Я сегодня вообще на самом деле неожиданно для себя вообще без планов каких-либо. Просто начала что-то делать. И в итоге оказалось, что много сделала. Ну как бы нормально на самом деле сделала. И вот сейчас время четыре. Я иду за Деней. И всё, сейчас что-нибудь к вечеру приготовлю. А что, может картошки пожарю с колбаской. Ой, Денька будет тоже жареную картошку. Бабушка Надя говорила, что ему нравится жареная картошка. Но до этого он не ел её. Вообще он, ну как бы, периодически что-то не ест, не ест. Потом раз и начал есть. Неожиданно для всех. В общем, сейчас посмотрим, что там с нашим теней. Что за вялость? Мама не поняла, что за вялость. Сейчас разберёмся быстренько. Болезнь это или симуляция? Вот бантик кот. Пошёл у себя поел. Пришёл к Милке теперь кушать. Вот ему надо за двух тарелок ли есть. Ну, так острогладить не могу прям. В общем, крошки. Вечер. 15 минут 9. У нас 45 минут. Денька смотрит мультики. Я сейчас включу «Чёрную любовь». У меня 41 серия. Сегодня почти не смотрела. Никак выходные, блин, по 10 серий. Вот. Зато сегодня новую лекцию посмотрела. Договор, наконец-таки, весь прочитала. Отметила моменты, отправила, прокомментировала. Боже, как я не люблю эти договора. Всякие бумаги. Просто меня аж колотит, блин, когда с ними приходится связываться. Жесть. Вот. Сегодня никуда не выходило, получается. Надо было в Фаберлик поехать. Но я не поехала. Потому что они поздно. Они с пяти до семи работают. А завтра не знаю. Денька помыл мне яблочко. Я прям вся в тон в тон. Яблоко у меня даже в тон одежды. В общем, сейчас посмотрю чуть-чуть сериал. И всё. И пойдём спать. Мы спать ложимся рано. В 9, в 10. Не пользуюсь. Мои хорошие. Ну, давайте вместе с вами сделаем уходик. На самом деле, просто давно уже я не делала сама уходик. Какой-нибудь. Решила с вами вместе. Я сейчас накрашенная. Сейчас я умоюсь. Поскорбируюсь. Поищу, что у меня здесь вообще есть дома для этого всего. Поделюсь с вами. Так. Для начала нам нужна резиночка для волос. Чтобы заколоть волосы. Заколоть, чтобы они не мешали. Ни в коем случае не лезли в лицо. Так. Для начала, если я накрашенная, я люблю использовать. Либо вот такой вот невея двухфазный. Видите, его уже почти у меня нет. Это для даже водостойкого макияжа. Протереть всё это. Потом умыть. Либо гидрофильное масло. Но что-то гидрофильное масло я до конца не понимаю. Короче, как им. Ну, давайте, ладно. Гидрофильным давно не умывалось. Сейчас я его найду. Блин, столько масел. Вот он. Вот он. Короче, что это у меня здесь? Аравия. Вот. Я так понимаю, что гидрофильное масло просто берём вот так в руки. Растираем между рук. Вот так в инструкции где-то видела. И вот так вот мы просто по лицу начинаем вот это елозик. И это гидрофильное масло. Оно типа убирает вот так вот. Может, я как-то некрасиво, неправильно веду. Типа убирает весь макияж. Глаза. Вот так вот мы можем прям. Видите? Короче, я так поняла, что именно так надо делать. Напишите, правильно я делаю? Ну, мне вообще вот так не нравится. Я бы гидрофильное масло так же бы использовала, как и обычную там мицеллярку, да? Наливаю чуть-чуть вот сюда на тампончик. А мне кто-то говорил, что вот так вот руками, прикиньте, растирать. Чуть не то, да? По-моему. Ну, или по-любому мыть. Короче, с этим гидрофильным маслом я не до конца понимаю, что, как надо делать. Умывалочка у меня есть, которая мне очень нравится. Сейчас я вам покажу, какая она. Вот это вот. Очень мягко, кстати, тоже Аравия, да. Очень мягко от неё это. Личко потом. Короче, сейчас я помою пиночкой теперь нормальное лицо. Мне вообще хочется поскрабироваться. Как следует. Потому что я давно не скрабила лицо. И что у меня есть для скраба? Похоже, что какой-то мелкий-мелкий скрабушек. Короче, вот что я решила. Минеральное умывание. Вот это в фикс прайсе как-то брала. И здесь как раз-таки прикольная тема для глубокой очистки всех типов кожи. Одну чайную ложку средства всыпать в сухую чистую посуду, развести тёплой водой до консистенции густой сметаны, нанести на лицо из беговик, чтобы все-таки оставить на одну-три минуты, не массировать. Ну, по-моему, мягенькая потом была. Хотя вот скрабик хотела взять. Я просто не могу найти, девчонки, скрабик. Прикиньте, у меня столько скраба всяких разных, я не могу найти. Хотя есть один, но он для тела, розовенький такой. Он для тела. Он крупный прям, не хочу. Просто мелкий какой-то. Вот когда, блин, не надо, полно всего выкидываю. А когда надо, ничего не могу найти. Смотрите, нашла ещё одну энзимную пудру. Смотрите, энзимная пудра для умывания. И здесь. А, здесь минеральное умывание. Но они по виду одинаковые. Но вот эту надо нанести и оставить на три минутки, не массировать. А вот эту можно массировать. Вот, я вот это сделаю. Роскошная молодость кожи. Энзимная пудра для умывания, мягкое отшелушивание. И здесь как раз-таки нужно нанести немножечко. Вот. Ой, что я немножечко нанесла. Вот сюда, на ручку. Да, что с применения. Смешайте в ладонь небольшое количество пудры с тёплой водой. И нанесите на очищенное лицо. Помассируйте кожу, избегая вокруг глаз. И смойте водой. Вот, то, что надо. Тоже тёпленькой водой. Сейчас тёплую сделаю. Я думаю, этого достаточно будет мне. Небольшое количество вот так. Что-то она не как скраб. Такая, как унывалка реально. Такая впитывается. Как знаете, на что похоже на этот. На глину как будто. О-о-о-о. Так. Проверим теперь, что с нашей кожей. По ощущениям, вроде как будто она такая прям скрипит аж. Так. Ну-ка. Ну такая очищенная. Ну не как после скраба, знаете. Скрабировать-то и нечем. Блин, надо всё перебрать. У меня здесь вообще в моём домашнем арсенале. Короче, ещё один такой уходит. Мне нравится. Это когда-то вот леката. Заказывала вот такой вот. Три баллончика. Их один за одним наносишь. Наносишь. И они там от прыщей. Сначала салицилка идёт. Ну, короче, прыщи можно лечить им. И они все так вкусно пахнут. Вот у меня особо нет прыщей. Вот этот один вот выскочил. Это из одней. И они так вкусно пахнут прям. Каждый. Один лучше другого. Консистенция такая интересная у каждого своя. Короче, вот один наносишь. Они такие склизкие. Вот так вот. Так, потом второй наносишь. И витаминчик сверху, да. У него еще срок годности, конечно. Кстати, год назад, по-моему, заказывала. И витаминка С. Так, после того, как мы это всё сделали. Риткенькая такая. Забиваем вот так, да. И кремом обязательно. Ночной крем. Стеллари. Такой более жирный, плотный. Нормальный крем, кстати. А, блин, я забыла. Тонером же пройдите. Тонером я еще обязательно делаю. Вообще забыла просто. Ну вот, всё. И вот эта обалденная штучка. Это я у Люси заказывала у своей. Единственная вещица, которая меня спасла. Помните, у меня вот на губах было что-то шелушение какие-то. Это так при близком рассмотрении. Там как будто маленькие-маленькие точечки. Это не простуда была, ничего. Вот оно просто шелушилось и вообще обесило меня. Сколько я не перепробовала всяких гигиеничек. Ничего не помогает. Она такое ощущение, что впитывает всё жёстко. И снова начинает. И попробовала вот это. Она говорит, ну, попробуй просто. Классная штучка корейская. Муж поможет. Помогла девочке. Она реально очень круто увлажняет. И у меня прям к ней доверие жёсткое такое. Что оно очень круто. Потому что оно единственное, что меня спасло от этих штук. И они просто исчезли. Вот оно как будто увлажнило так хорошо, что это вот такая сухость была какая-то. Не знаю. Теперь я с удовольствием мажу. Всё, мои зайки. Мы готовы с вами. Косну. Снимаем. Не люблю вот такие маленькие резиночки. Это вообще трандец. Я люблю крупные резинки. Такие, ну, чтобы резинка была тугая. И крупные прям. Скользкие, крупные. Те маленькие пипельки. Пипелёнки. Всё, пойду ещё чуть-чуть посмотрю. Ещё чуть-чуть посмотрю. Чёрную любовь и спать. Ну что, мои хорошие. Доброе утро. Я уже проснулась, конечно, давно. Уже два часа. Уже видео пока там опубликовала. То всё. Что это такое? Усталять. Нёня. Фу. Фу. Короче, помните, я делала лайфхак на своём втором канале? Огурец вот сюда я клала. И что я делала? И ложила его в морозилку. Я, дурочка, взяла, положила его в холодильник. Сейчас хотела под глазками намазать. Он уже воняет. Пипец. Это значит, что под глазками мы ничем мазать не будем. Мы сразу приступаем к накрашиванию моего лица. Хочу видосик снять один. Накрашусь сейчас. Потом бы хорошо выйти из дома, девочки мои, и отнести в ремонт Денген из сандали. А то они меня уже накаляют лежат. Так что сейчас я накрашусь. Сниму видео. Мои хорошие. Я решила... А я решила, думаю, блин, как я скучаю за белорусской едой. И решила пойти в магазин, набрать в интернете белорусская еда. Все равно мне сейчас надо эти сандалики Денгене выносить из дома. Найти еще место, где их сделают. И, короче говоря, все. Белорусская еда нашла. Как раз рядом, ну, рядом, рядом на районе, можно так сказать. В общем, пойдем посмотрим. Там хорошие отзывы. В основном все говорят, что вкус как из детства забытого. Так что сейчас пойдем что-нибудь прикупим там домой. Вышла-таки я из дома. Видите, как красиво смотрится, когда выглядывает какой-то капюшончик. Нового цвета. Единственное, что и куртку я одела другую. Полегче чуть-чуть. Потому что та какая-то тяжелая, громоздкая. В ней как раз-таки... Ну, она не тяжелая сама по себе, но она большая, длинная. И в ней удобно вот ходить по улице. А в чем-то легком и, ну, мобильнее как-то хочется быть в машине. Все, сейчас грею машину и еду, короче, в ту сторону, где у нас белорусский магазинчик. Покажу вам, что там с прилавков. Посмотрю, что я там себе могу взять. Может, я ничего не приготовлю, потому что я пустой холодильник дома. Ну что, вот мы и приехали в магазинчик. Даже, смотрите, орнамент такой белорусский немножечко похож. Да? Пойдемте посмотрим. Магазин большой. А вот написано продукты из Белоруссии. О, я счастлива. Прямо этот вкус колбаски у меня во рту. Белорусский флангир. Смотрите, тут даже написано по-белорусски все. Встречу здесь колбаску свою. Белорусская традиция. Так, я знаю Брестский. О, Брест. Точно. Слушайте. Все. Немножечко. Здесь, видимо, собрано все, что будет интересно в Ростове, в России. Боже мой, здесь даже куриные рулеты есть. Так, узи коляшки. Так, вот это мясное все, но оно вкусно. А вот сейчас мы найдем, подождите, куриные рулеты. Я еще не нашла, я просто увидела похожее. О, здесь даже детские сосиски. Мы их тоже возьмем попробовать. Цены, кстати, я не знаю, насколько здесь отличаются от Белоруссии. Так, ну и молочечко. Сыр здесь. Все. Сейчас буду выбирать. Рикотта. А что, это белорусская, что ли, тема? Я не знала. Ну что, у меня хорошие новости. Набрала пакетик. Та-дам! Еще зашла в хлеб. Взяла хлебушка свежего. И какая-то еще десертка там вкусная. Ну, короче, пакетик этот я буду весь разбирать и пробовать, показывать на своем втором канале. Так что там будет распаковочка этого пакета. Вот. Здесь уже во влоге. Уж здесь я буду уже есть да наслаждаться. Ну, не все я смогу здесь, естественно, показать. В общем, там все. И майонез, и сыр, и рулет куриный, и колбаса. Единственное, жалко, что нету курицы там охлажденной или замороженной хотя бы их. Вот. И нет яиц. Это то, что реально там было круто. Но я взяла колбасу ту же, что брала в Белоруссии. Тот же, прям та же упаковка, все тоже. Хочу попробовать вкус ее соответствует или нет. Майонезик вот взяла, который я даже не посмотрела, какой майонез она мне положила. Ну, вроде тот же. Ну, короче, неужели я буду наслаждаться? Здесь, здесь во влоге я буду наслаждаться точно каким-нибудь бутербродиком. Вот. Ну, приду домой, сейчас распаковку сниму. А еще я сняла, ой, сняла. Нашла местечко, где деньги сказали, за 300 рублей сейчас починят сандалики. Так что сказал, быстро сделает. Я говорю, сейчас на Сельмаш съезжу и обратно. Он говорит, да успеете, я вам сейчас быстро сделаю. А как я им буду платить? У меня налика нет вообще. Я сейчас еле хлеб купила. Думала, не хватит. Блин, перевод ему сделать. А на Сбербанке у меня тоже денег нет. Надо подумать. Та-да-да-дам, та-дам. Готовы. Подклеили нам носочки, там все повываливалось. И заменили здесь. Вот. Вот эти штучки заменили. Хорошо сделал, быстренько, за 300 рублей. Все, Денька будет в нормальных сандалетах еще гонять. Знаете, что еще я вам хотела сказать? У меня, ну, начала я откашливаться. Вот я кашляю, и я откашливаюсь. И знаете, что я делала? Я ничего не делала, потому что ингаляции не помогают. Какие-то лекарства тоже не кайф пить. Я понимаю, что у меня как будто с легкими все нормально. Как бы, да, вроде бы как это и горло. Короче, ничего я не делала, кроме как я начала пить боржоми. Просто пить начала боржоми, и все. И я уже встаю и начинаю, только смотрю, отхаркиваюсь и отхаркиваюсь. Ну, в плане кашляю, и отходят все. Короче, боржоми полезная тема, по-моему, в целом. И можно ее просто пить водичку, и это будет все круто. Так, надо ехать домой, уже не задержится, потому что у меня там мороженое, молоко, сыр. Все в холодильник надо, заморозка. Мы уже дома, уже скоро будем готовиться ко сну. С Денькой попробовала белорусскую колбасу, та самая. Не помню, говорила я вам тут или нет. Майонез вкусный. Отварила уже там пельмешки одни. Ну, это я все потихоньку сейчас пробую, и в это видео распаковочку вставляю, все на втором канале. Вот, короче, пока нам все нравится, все зашибись вообще. Вот. А сейчас, смотрю, черную любовь, у меня 49-я серия, внимание. Я уже одну пятую, считай, посмотрела. А, блин, погода отвратительная тем, что... Вот я сегодня одела куртку полегче, да? Походила чуть-чуть. И как-то чувствую, вот сейчас лежу такая, и чувствую, что вот на меня сказалась вот эта вот погода дурацкая, и сырость вот эта вот, и какой-то прям некий дискомфорт. Сейчас чая горячего выпьешь малиной, да? Вообще, чуть-чуть прошлась, чуть-чуть ветерок, и уже все. Кись, что ты там включил на телефоне? Включаем музыку и спать ложимся. Ты включил какую-то красивую музыку для сна? Да, включим музыку. Все, надо выключать свет. Ну что, мои хорошие, как видите, у нас все потаяло. Снега нет. Сейчас моросит дождик. Вчера вообще дождь фигачил вечером, я вся промокла. Денька тоже мокрый. Вот, погода в целом серенькая, как видите, такая. Не очень хорошая. Но тепло, очень тепло. Такой вот у меня образ сегодня. Полегче курточку одела. Еду в магазин. Вышла из дома. Настроение хорошее. Сейчас видосик сняла. Долгий, длинный видосик получился. Сейчас надо заехать в пару магазинов. Погода на улице не очень хорошая. Ветрено, но все растаяло. Весь снег растаял. Кто-то писал, в Краснодаре у нас растаяло. У вас у нас тоже все растаяло. Выходные, кстати, планирую провести прям, ну, насыщенно. Повстречаться со всеми. Точно надо съездить к Аленке моей подружке, однокласснице темненькой. Вот. И встретиться с одноклассницей на выходных, наверное, из Америки, которая приехала. Мы с ней раньше жили в одном доме. В общем, тоже Лена. У меня Лен очень много окружает. Вот. И с блондиночкой вчера списалась. Что-то она там у меня вся работает. Тоже соскучилась. Надо с ней увидеться, пообщаться. С ней бы в торговый центр сходила бы, пошатались бы. Вот. Что еще? А, ну, с одноклассницей из Америки, которой мы с Кристиной вместе будем встречаться, решили у меня, кстати. Она тоже с ребенком. Решили у меня встретиться. Но я думаю, что это уже вот на выходных. Короче говоря, съездила я по всем делам. Время час. Через два часа у меня будет мастер-майнд. Я уже пропустила, на самом деле, два или три, наверное, два, наверное, мастер-майнда. Вот. У меня так все поменялось за это время. У меня... Мастер-майнды — это такие встречи с нашим непосредственным... Ну, не организатором, а вот кто там самый главный в институте, да? И Елена Сарги, она же как организатор, создатель, руководитель, директор, как это сказать, этого института. Вот. Главный такой, как сказать, наставник, главный человек, да? Вот. И она проводит нам мастер-майнды. Она сама психолог и коуч. Даже она больше психолог, чем коуч. И мы, ну, как бы встречи делаем. И вот на четыре эти месяца, пока мы обучаемся, мы поставили себе разные цели. И вот мы встречаемся раз в две недели. И подводим итоги, ставим новые задачи на новые дни. Очень интересно, короче, с ней общаться и позвушить других девочек. Вот я пропустила целых две встречи. За это время у меня очень много поменялось. И вот сегодня я, наконец-таки, попаду на этот мастер-майнд. Каким-то чудом сегодня заглянула в расписание. И смотрю, что сегодня в три часа мастер-майнд будет. Вот. Хочу пообщаться. Все у меня поменялось. Да и цель-то у меня поменялась. Не, ну, цель, хотелось бы, чтобы она такая была. Но просто сроки. Я думаю, сроки уже поменяются. Потому что в те сроки, в которые я до этого вкладывалась, это я должна была бы работать, как я обычно работаю, в таком режиме нон-стоп, наверное. Хотя, ну, это для себя в голове. Хотя она, кстати-ки, наоборот, всегда направляет на то, чтобы человек, ну, из ресурсного состояния умножал свои деньги, да, там, и работал, и по жизни чувствовал себя из такого состояния, прям вот избытка и комфорта, а не так, чтобы там заработаться, зашиваться. Короче, сегодня интересно будет пообщаться с психологом. Ну, что, мои хорошие, иду за Денечкой в сад. Смотрите, какое небо красивое. Да? Синее. Синее красивое небо. На улице хорошая погода, ветра нет, вообще не холодно. Ах, что хотела сказать. Заканчивается день наш. Ее же влог тоже заканчивается этот спокойно. Сегодня была, кстати, на мастер-майде. Поделилась своими ощущениями новыми. Короче говоря, в общем, живем потихоньку, не спеша. Вообще, я заметила, что меня напрягает. Я правда очень люблю перемены. Я люблю смену. Смену места, смена вообще чего-то. Ну, как бы, вот, знаете, чувствуешь, что ты живешь, когда что-то происходит, что-то меняется. И я прям, на самом деле, отчасти жду этого момента, когда поменяется в жизни так все, что на время мы сменим место жительства, поживем в другой стране. И, как бы, хочется, чтобы это было как бы полноценной семьей, да, вот так вот все-все-все вместе. Вот. Желательно, чтобы еще и друзья были, родственники рядом. Вот. Какой-то новой жизни, что ли, хочется. Таких каких-то перемен, новых забот. Меня вообще накаляет. Вот сейчас иду я в садик, и уже и за дня в день одно и то же. За дня в день одно и то же. Ты встаешь утром, идешь в садик. Потом ты идешь с садика, планируешь свой день, делаешь свои дела. Потом вечером ты снова идешь в садик. И с садика опять все одно и то же. Вот. И опять завтра в садик. Завтра, кстати, я в садик его не поведу. Завтра у нас на выходные, ну, вообще большие такие выходные, насыщенные планируется. Хочется и по гостям походить, и в гости пригласить. Поснимаю вам, надеюсь, ну, удастся как можно больше снять. Вот. А завтра мы не идем. Завтра у нас по плану вообще надо, ну, время уже, мы не ходили, по-моему, пять лет нам было. Или ходили, я не помню, короче. Ну, раз в год же нужно в поликлинику ходить, там, обследоваться, да. Вот. Ну, короче, пойдем сходим там. Пообследуемся. Завтра. Вот. Потом в гости, думаю, к Алёнке, она ещё не знает, надо ей написать. Ещё к ней в гости собралась. Сейчас чувствую, она пишет мне, а мы уедем куда-нибудь или ещё что-нибудь. Ну, посмотрим. Вот. И, короче, выходные, хочется подвигаться что-то, Денька на поезде хочет поездить. Ну, на поезд, конечно, мы не поедем никуда. Вот. Потому что мы и так в ближайшее время поедем на поезде. Только я не знаю, с Денькой или не с Денькой. Посмотрим. Короче, что-то хочется перемен, хочется подвигаться, хочется погоды нормальной уже. Спокойных перемен, хороших каких-то. Вот. Качественных, жизненных перемен хочется. Вот. Вот я всю дорогу практически с вами проболтала. Такие дела. Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова